Коллеги, всем добрый день. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Давайте для начала проверим, все ли нас слышат и видят. Поставьте, пожалуйста, плюсики, огонечки, чтобы мы поняли, что все нормально со звуком и видео. Так, отлично. Спасибо вам большое. Коллеги, сначала немного о организационной части. Вебинар будет записываться и выложен на нашем YouTube-канале, а также направлен всем тем, кто принял участие в этом мероприятии. В конце вебинара вопросы вы можете оставлять во вкладке «Вопросы». Мы на них обязательно ответим. Меня зовут Светлана, а это мой коллега Владислав. Да, добрый день. Давайте немножечко по таймингу пройдемся. Наш вебинар займет около 40 минут. Для начала мы расскажем о специфике перевозки хлебобулочных изделий на примере реализованного проекта внедрения системы Аксилот-ТМС на производственном предприятии «Ладхлеб». Более подробно расскажем о целях, о задачах, о эффектах после внедрения нашей системы. Ну а также по традиции в конце вебинара мы ответим на ваши вопросы. Тогда начинаем. Немножечко подробно расскажу о компании «Владхлеб». Это компания производственная, производит хлебобулочные кондитерские изделия, находится предприятие в городе Владивосток, ну и в целом занимает лидирующую позицию по производству хлебобулочных изделий на Дальнем Востоке. Ассортимент продукции насчитывает более 400 наименований хлебобулочных, кондитерских, бараночных изделий. Некоторые из них даже представлены за пределами Дальнего Востока и Восточной Сибири. В активной компании находятся три производственные площадки. Они расположены в городах Владивосток, Большой Камень, Артем. А также в компании есть свои розничные магазины «Лакомка» и «Свежий хлебушек». География поставок распространяется по всему Дальнему Востоку, Камчатке, Сахалину и Магадану. А теперь готова передать слово Владиславу. Он более подробнее расскажет о проблематике перевозки хлебобулочных изделий, так как очень важно, чтобы горячий хлебушек был доставлен вовремя во все магазины, сетевые, розничные, а самое главное – в госструктуры, такие как детские сады, больницы, школы и воинские части. Владислав, Владислав. Да, коллеги, поговорим про проблематику. На текущий момент перед производственным сегментом стоят масштабные задачи. Много еще чего нужно сделать для технической, технологической модернизации, для максимально полного использования потенциала в отрасли, внедрения, так сказать, умного производства. Сейчас поговорим об основных особенностях, проблемах, с которыми сталкиваются при доставке хлебобулочных и кондитерских изделиях. Одной из особенностей кондитерских и хлебобулочных продукций является ее ограниченный срок годности. Соответственно, данный товар, если осуществляется возврат продукции, от контрагента, он уже не подлежит перепродаже. Соответственно, здесь предприятие, оно может нести убытки, как в части произведенного производства, в части утилизации, так и в части, например, если мы доставляем наемными транспортными средствами продукцию, то мы потратимся на возврат товара до склада. Также это строгие регламентированные временные окна по доставке. Здесь необходимо быть всегда вовремя, доставлять хлебушек, не опаздывать. Соответственно, детские сады, больницы, они должны быть точно в срок выполнения доставки, иначе отсутствие товара, она может вызвать некий резонанс и может унести предприятие не только урон по финансовому положению, а также и репутационный урон, который может вызвать массу слухов и домыслов. Также, да, там необходимо оптимально утилизировать кузова многосекционных транспортных средств, учитывая индивидуальные особенности весогабаритной характеристики каждого транспортного средства с учетом их секций. То есть, по сути, да, там у нас при доставке товара используется многосекционный транспорт для того, чтобы отделять кондитерскую продукцию от горячего хлеба. И, соответственно, данные транспортные средства, они оборудуются рефрижератными установками, да, там, и, соответственно, если секции, да, там по объему не будут учтены, то, возможно, мощности установки не будет хватать, что повлечет за собой порчу продукции во время ее перевозки, ну и, соответственно, да, там со всеми вытекающими последствиями. Отсюда у нас идет следующая проблема – это контролирование состояния подвесного оборудования, так как здесь необходимо, да, там для кондитерских изделий контролировать температурные режимы, и, как мы знаем, да, там зачастую подвесное оборудование может выходить из строя, поэтому здесь необходимо контролировать его состояние, вовремя проводить обслуживание и возможные замены. Иначе, да, там при перевозке, да, там могут возникнуть проблемы, испортится товар и так далее. И, соответственно, да, там это помогает на этапе планирования рейсов, чтобы заранее логист понимал, какие транспортные средства могут находиться на техобслуживании. Ну и, конечно же, да, там хотелось сказать про контроль документов при погрузке-разгрузке. Здесь могут возникать такие проблемы, как водители, прибывающие к контрагенту, да, там, с отсутствующей документацией, либо с некорректной ее заполненной. Соответственно, в этом случае водители, да, там просто-напросто могут не принять у него товар, и данный товар придется отвозить обратно на склад. Ну и, как я ранее сказал, здесь будут соответствующие последствия, которые понесут, да, там финансовые убытки. Ну, безусловно, перед тем, как перейти с заказчиком в контракт, мы проводили ряд встреч по обсуждению их бизнес-процессов. Естественно, нам были обозначены определенные цели и задачи, которые мы должны были достигнуть путем внедрения системы Axelot MS. А вот на данном слайде представлены там верхнеуровневые цели, да, естественно, там цель задачи было больше, но вот самые такие критичные сейчас вы видите перед глазами. У заказчика отсутствовала система автоматического планирования, требовалось упростить механизм сборки товара на экспедициях, автоматизировать механизм контроля оборотной тары. Безусловно, это минимизация влияния человеческого фактора, необходимо было повысить эффективность механизмов планирования и многое другое. Да, Владислав, хотелось бы, чтобы ты поподробнее рассказал еще там о задачах, немного там раскрыл, да, эту проблематику, чтобы нашим клиентам было наиболее понятно, с чем мы столкнулись в ходе проекта и чего в итоге добились. Ну, исходя из вышеперечисленной проблематики, да, там, которая присуща производителям хлебобулочных и комбийских изделий, а также, да, там, локальных проблем, которые были выявлены в ходе реализации проекта, перед нами были поставлены, да, там, ряд задач. Нам было необходимо, да, там, выстроить процесс с учетом особенностей доставки, да, как я ранее обозначил, выстроить IT-ландшафт, подразумевающий под собой интеграцию между тремя системами, такими как ТМС, корпоративная информационная система и систему управления гравитационными стеллажами. Также, да, там, систематизировать учет тары и поддонов, первичной документации, настроить учет работы с навесным оборудованием, как раз-таки, да, там, наши рефрижераторные установки, которые необходимо было вовремя обслуживать и контролировать их состояние и реализовать энергетическую отчетность по процессам, чтобы в дальнейшем можно было, да, там, видеть полную картину, чтобы она была более прозрачной, в последующем, да, там, для принятия управленческих решений. Переискочу. В данной части, да, там, собственно, совместно с заказчиком и интегратором корпоративной системы у нас была выстроена четкая бизнес-модель по формированию потребностей в перевозке, так, там, начиная от производства. Данный процесс, он начинается именно с прогнозирования объемов производства, чтобы полностью закрывать потребности клиентов в продукции. Данный процесс, он, да, там, очень важен, так как в течение дня контрагенты могут вносить корректировки по заказам в сторону, да, там, увеличения, либо уменьшения заказа на объеме продукции. Соответственно, чтобы выстроить корректный план производства, необходимо учитывать данную статистическую модель. Следующим этапом идет формирование заказа в B2B-контуре менеджером и загрузка информации в корпоративную систему, в которой как раз-таки происходила обработка данных с разбиением заказа в зависимости от складов отправления и производимой продукции на данных складах. После этого информация, да, там, выгружалась в ТМС-систему, в которой уже происходила обработка данной информации, да, там, в части определения зон доставки, да, там, учета корректных временных окон контрагентам с учетом график их работы, определялся температурный режим в зависимости от номенклатурных позиций, да, там, это кондитерские изделия, либо, да, там, хлеб у нас едет, либо, там, клеры, торты и так далее. И, соответственно, да, там немаловажный процесс – это автоматический расчет количества тары в зависимости от температурных режимов. То есть, да, там, у нас хлебобулочные кондитерские изделия, они перевозятся в специализированные тары и на этапе формирования потребностей в системе ТМС мы производили, да, там, расчет того, сколько нам необходимо тары для того, чтобы перевести нашу продукцию. Ранее, да, там, ну, то есть использовалось при планировании, мы использовали, по сути, настройку расписания периодических рейсов. Ранее данные расписания, да, там, которые настраивались в предыдущей ТМС-системе, был довольно-таки сложный механизм, который требовал отрисовку нескольких географических зон под один маршрут, да, там, и в связи с невозможностью планирования отгрузки с нескольких складов. Помимо этого, он обладал меньшим набором параметров, которые механизм мог учитывать, в частности, да, там, он не учитывал секционный транспорт и не учитывал температурные режимы, что, в свою очередь, очень важно при планировании маршрутов. После внедрения Аксиот ТМС механизм настройки, он стал более гибким и, да, там, и простым. Также появилась возможность учитывать ряд немаловажных параметров. Как я ранее говорил, то, что, да, там, особенность при перевозке у нас кондитерских и хлебобулочных изделий являются строгие временные окна доставки в магазины. Соответственно, данное ограничение система должна учитывать на этапе планирования рейсов. В предыдущей ТМС-системе, да, там, это не учитывалось временные окна приемки товара на точке разгрузки, а также не учитывалось время выполнения работ на точке. Соответственно, при формировании пользователями данных рейсов необходимо, да, там было учитывать и графики, и примерно время выполнения работ на погрузку, разгрузку вручную. И для того, что, ну, по сути, это для того, чтобы выстраивать время работы водителя в течение смены. При переходе на Аксиот ТМС автоматическое формирование рейса, оно учитывает временные окна доставки с учетом графиков работы и учитывает время работ в точке как погрузки, так и разгрузки на уровне самого вида адреса. Ну, например, да, там у нас магазин, в нем происходит разгрузка за 15 минут бюджетной организации, такие как детские склады, сады, школы, больницы, там это происходит примерно за 30 минут. И сетевые магазины, где разгрузка может достигать 60 минут. Учет данного параметра, оно позволяет выстроить корректные маршруты с учетом временных ограничений, что, в свою очередь, минимизирует риски на опоздание и исключает нарушение графика приемки магазина на этапе уже, да, там, планирования маршрутов. Также, да, там, при одновременной перевозке хлебобулочных и кондитерских изделий у нас использовались многосекционные транспорты, так как, да, там необходимо соблюдать именно температурные режимы. Здесь, да, там стоит упомянуть, как я говорил, на этапе формирования потребностей мы на стороне ТМС по, да, там, определенным шаблонам рассчитывали количество тары, которое нам необходимо для того, чтобы перевести наши номенклатурные позиции, то есть хлеб и, да, там, кондитерские изделия. Здесь на этапе планирования для того, чтобы система в автоматическом режиме, да, там, максимально построила, да, там, утилизировала транспортные средства и построила оптимальные маршруты, для секции задается объем, да, оптимальный объем, который, которым можно наполнить кузов той или иной продукции, чтобы не нарушить как температурный режим, потому что, да, там, если у нас секция, где расположен товар, который, да, там, требует, ну, по сути, заморозка, либо, там, охлажденный товар, а во второй части кузова, который, ну, там, перегорожен именно движущейся перегородкой, расположен горячий хлеб, чтобы не нарушать температурный режим, и продукция у нас не испортилась, и необходимо было все это четко выстроить и учесть пропорции транспортного средства, вот. Соответственно, данный, да, там, учет у нас, он позволял системе максимально утилизировать транспортное средство, исключив человеческий фактор в части пропорций забрузки транспорта. Как я ранее говорил, здесь нужно учитывать также и выработку агрегата, да, там, рефрежаторной установки, вовремя, да, там, проводить техобслужение. В этой части эта система помогает пользователям, информирует их о том, что время к обслуживанию уже подошло, либо необходимо заменить оборудование, соответственно, да, там, позволяет производить контроль в данной области. Как я и говорил ранее, предприятие, оно является крупнейшим производителем кондитерских и хлебобулочных изделий на Дальнем Востоке. Соответственно, из печи выходит огромный объем продукции, которую необходимо доставить как в пределах собственного, да, там, региона, так и далеко за его пределы. В связи с этим перед нами была поставлена задача выстроить строгий порядок обгрузки для, ну, порядка 50-60 рейсов с учетом самовывозов на четырех складах для уменьшения ожиданий водителей на экспедиции, чтобы предотвратить, да, там, некие пробки и своевременно, чтобы все транспортные средства отправлялись в дальние уголки за его пределы. При решении данной задачи мы совместно с заказчиком выбрали следующий подход. В систему единоразово заводится общий шаблон, как бы позволяющий автоматически выстраивать корректный порядок отгрузок, учитывающий доставки как на большие расстояния, внутригородскую доставку, самовывозы, отгрузки в бюджетные организации. И после проведения автоматического планирования рейсы выстраивались в корректном порядке и выводились в специальное рабочее место, предназначенное для сотрудников экспедиции, которые, основываясь на данной информации, осуществляют отбор товара для последующей его отгрузки. Ранее я говорил, что объемы большие, производимые продукции на заводе, и в места, где требуется оперативная сборка товара большого объема, в частности, это хлебобулочные изделия, у коллег установлены гравитационные стеллажи с системой PIG BY LIGHT, световой отбор. Гравитационные стеллажи используются для упрощения и ускорения работы, которая позволяет справляться с именно большим объемом продукции. И перед нами стояла задача настроить бесшовную интеграцию системы управления гравитационными стеллажами. Данная интеграция с ТМС-системой передает информацию по товару на сборку, позволяет получать в обратную сторону данные о фактически собранном товаре. И в последующем эта информация передавалась в корпоративную систему на основании о выполнении комплектации на стороне KIS. У нас уже в корпоративной системе формируется сопроводительная документация. И, соответственно, чтобы сотрудник экспедиции начал сборку товара, необходимо данную информацию ему передать. Здесь мы использовали сборочные ведомости, которые сканировались с сотрудником, и начинался процесс отбора товара с корректно рассчитанным количеством продукции по лоткам, сколько необходимо было собрать продукции. И, соответственно, да, здесь выполнялся строгая последовательность сборки, которую мы формировали уже на этапе именно планирования рейсов. И, как я ранее говорил, здесь это все выводилось в рабочее место по плану порядка отгрузки, которое было предназначено для сотрудников экспедиции. Контроль о исполнении рейсов ранее, да, там осуществлялся вручную логистами по факту возвращения водителей из рейса, в связи с чем у коллег не оставалось фактического понимания о том, сколько времени тратится на ту или иную точку маршрута, ну, то есть, по сути, на работы в точках. И о задержках узнавалось только при, да, там, связи с диспетчером. В процессе запуска проекта совместно с заказчиком было принято решение о дальнейшем внедрении мобильного приложения, которое позволяет учитывать фактические параметры рейса, то есть, да, там в приложении отмечается факт исполнения, время, затрачиваемое на работы в точке, водитель отмечает задачи, которые он выполняет, продукцию, которую он разгрузил вплоть до номенклатурных позиций. В нем фиксируется, да, там, четкое время исполнения именно маршрута. И, соответственно, данная информация из приложения передается в систему Axial TMS для последующего анализа план-факта маршрута. Также, да, там, во время исполнения необходимо учитывать оборотную тару, которая, да, там, требует строгого учета. И при недостаточном объеме тары склад, он, да, там, не сможет своевременно отгрузить товар, а также, да, там, предприятие не будет иметь представление о требуемых выполнениях оборотной тары, которая, да, там, допустим, ну, вышла из строя или была, там, безвозвратно оставлена на точках доставки. То есть, как я ранее говорил, да, там, водители для ускорения времени, они, приезжая на точку, да, там, оставляли тару и на обратном пути ее забирали. Ну, какую-то там часть тары могли забыть или что-то такое произойти. Вот. И совместно с заказчиком мы разработали бизнес-модель, которая включала в себя основные процессы предыдущей TMS-системы и модернизации, которые позволяла Axelot TMS. Функционал, он учитывает выдачу и сдачу тары водителями обратно на склад. Перед началом рейса водитель сканирует на экспедиции свой индивидуальный бейджик. По окончанию рейса, да, ну, и, соответственно, ему выдается тара. По окончанию рейса он аналогично выполняет отметку о сдаче тары из рейса с указанием фактически переданного количества. Выдача и приемка тары, она строго фиксируется контролерами на всех экспедициях. Данный подход, он позволяет систематизировать учет движения тары для последующего контроля выданного и возвращенного количества. Ну, и, соответственно, с фиксацией разницы на водителе. И, в свою очередь, он предоставляет прозрачную аналитику. Как ранее я упоминал, одна из проблем – это контроль возврата документов водителями. Представящаяся TMS-система, она не позволяла вести такой учет в автоматическом режиме. Соответственно, нам было необходимо автоматизировать данный процесс. TMS-система, она позволяет контролировать движение сопроводительной документации в рамках рейса и сообщая пользователю о невозвращенных документах водителям из рейса, что упрощает, по сути, процесс введения задолженности сопроводительной документации водителями. Ну, а теперь, да, там перейдем к самому сложному и интересному. Это механизмы, позволяющие нам в момент времени увидеть актуальную информацию и принять управленческие решения. В процессе запуска проекта возникло понимание о том, что коллегам не достает текущей аналитической отчетности о процессах доставки груза. В следствии чего, да, там проектными командами были спроектированы отчеты, позволяющие отследить цикл жизни продукции от печи до прилавка. Ну, например, это отчеты уровень сервиса, которые, да, там необходимы для руководителя экспедиции, которые отслеживают процент доставки заказов клиенту с разбивкой по всем экспедициям. Ну, я ранее обозначал то, что, да, там у нас есть план производства и то, что контрагенты, по сути, в течение дня, они могут корректировать свои заказы, да, там в большую, в меньшую сторону. И, соответственно, да, там одной из задач отчета, она позволяет именно накопить статистику и правильно прогнозировать, сколько необходимо производству выпускать именно продукции. И, конечно, да, там, что касается понимания эффективности планирования маршрутов в разрезе план-факта, да, там это позволяет отчет по план-фактному анализу рейсов, который, да, там в итоге мы видим именно, насколько оптимально мы запланировали рейсы. И отчет по анализу движения тары. Он позволяет в моменте времени получить информацию о остатках тары и задолженностях в разрезе водителей. Да, спасибо, Владислав, за такой подробный рассказ о нашем проекте. Сейчас немного подведу итоги, да, и расскажу о эффектах, которые мы достигли путем внедрения системы Axelot PMS. Во-первых, в компании было сокращено время формирования маршрутов на 30%. Повышенная утилизация многосекционного транспорта с учетом подвижных секций за счет возможности введения на стороне ТМС секций индивидуального для каждого транспортного средства. Утилизация кузова стала более точной. Помимо этого, появился прозрачный анализ оборотной тары, что позволило упростить механизм работы с оборотной тарой и позволило ввести ее фактические остатки на складах и своевременно закупать новую тару. Также сократились риски выхода из строя подвесного оборудования благодаря тому, что стало возможно отслеживать сроки необходимости провести техническое обслуживание и его строгого отслеживания. Возможно сократить риски выхода из строя. Также улучшены механизмы учета товаропотока за счет настройки сборочных ведомостей, увеличена утилизация тары, упрощена сборка на экспедициях. Были сокращены трудозатраты логистов на 25%. Тем самым упростилось формирование маршрутных листов на рейс, так как вся информация уже содержалась в едином рейсе. Формирование плана порядка отгрузки осуществляется автоматически. Рейсы планируются в ускоренном режиме. Корректировки рейсов упрощены по сравнению с предыдущей ТМС. Добавилась возможность перемещения заявки между рейсами без дополнительного переключения между интерфейсами. Но это вот такие вот, может быть, краткие, да, итоги, которые мы подвели для более наглядного представления о проекте. Сейчас мы готовы ответить на вопросы, которые у вас возникли в ходе вебинара. Ждем их во вкладке «Вопросы и ответы» и будем на них отвечать. Если, например, по каким-то причинам вы не успели задать свой вопрос или потребовалось время, то вы всегда можете отправить данный вопрос нашим менеджерам. Мы обязательно с вами свяжемся и более детально ответим на ваши вопросы, если потребуется. Прозведем демонстрацию программного продукта. Так, ну что, ждем вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...